Каникулы в разгаре, а отдыхать некогда. Ученики медицинского класса проходят практику в Новосибирской областной больнице. Какие мечты ребятам удается воплощать в жизнь? И о чем беседуют с пациентами школьники, надевшие белые халаты? Падение на последнем майском снегу стало причиной травмы Берчанина Романа. Начинающий хоккеист вздыхает. Даже на тренировках не было таких проблем. Теперь придется пропустить летние сборы. Хорошо хоть день рождения прошел по плану. Как у тебя день рождения проходил? Замечательно. Даже друг проезжал из садика. После выписки отпразднуют еще раз. Мама обещала. И вообще болеть некогда. Надо готовиться к походу в школу. Первый раз в спортивный класс, рассказывает Рома ученицы медицинского класса Евгения Кисловской. Наверное, самое тяжелое – это видеть, как дети страдают. Но все равно это надо принимать и помогать им. Они же все равно вылечатся. Я им говорю, что надо немножко потерпеть, и все будет хорошо. Что все пройдет, все заживет. Верят? Да. Одноклассница Виктория Швецова говорит – тяжело, когда малыши плачут от боли. Потому в детском отделении ей сложнее, чем гнойной хирургии со взрослыми. Станет ли в будущем врачом – девушка пока не уверена. Я с детства люблю биологию. Мне было интересно. Вообще я хочу быть геном-инженером, а не медиком. Но мне интересна была практика. Какой такой опыт хороший. Школьники-практиканты учатся искать подход к пациентам, информации о болезнях и их симптомах с избытком. Мы же карты иногда смотрим пациентов, и если нас какой-то диагноз интересует, спрашиваем, как это происходит, что человек при этом чувствует, чтобы, например, понимать, какие первые сигналы при каких диагнозах, что нужно для этого делать. Екатерина в детстве часто бывала в поликлинике у мамы, медицинской сестры. Вспоминает, тогда и решила, что станет врачом. У Анастасии своя история. Видела аварии, в которых дети очень сильно пострадали. Мальчик на велосипеде ехал, и так получилось, что машина, выезжавшая из двора, его сбила. И как-то, наверное, это еще повлияло. Захотелось как-то помочь. В медицине одного желания мало, отмечают врачи. Очень важно заранее оценить свои возможности и научиться общаться с больными. Можно же больных жалеть, но в медицине это неприемлемо. То есть сострадать можно, а жалеть нельзя. Сострадать – это значит вместе переживать с больным их ситуацию тяжелую. Поэтому вот молодые ребята приходят, они смотрят на пациентов, какие пациенты, оценивают свои силы. Стоит ли идти в эту тяжелую специальность или нет. Осмотреться, узнать о возможностях передвижения около хирургического стола. Сегодня сбылась мечта девушек – попасть в операционную. Пока без пациента. Но восторга от этого не меньше. А вот уверенности в выборе профессии такая экскурсия добавила. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...